Бороться за возвращение земель, фактически отданных коммерческим структурам на безоплатной основе, члены Харьковского антикоррупционного центра решили, когда практика уже приняла размах эпидемии. По подсчётам активистов, по схеме ЖСК к частным застройщикам перешло около 800 гектаров земли громады. Речь идёт о лазейке в законодательстве, которая позволяет бесплатно выделять участки гражданам, которые нуждаются в жилье и объединяются в строительные кооперативы, и которой пользуются строительные корпорации, регистрируя ЖСК на отдельных граждан. После чего на полученных бесплатных участках строят коммерческую недвижимость. Только Харькова, уверяют активисты, использование такой схемы нанесло урон в 4 миллиарда гривен, а это две трети годового бюджета. Поэтому в хозяйственные суда они подали пять первых исков, чтобы протестовать несколько подобных выделений земли кооперативом, де-факто управляемым крупным трестом ЖСК-1. В удовлетворении первых трёх исков активистам отказали, а вокруг четвёртого участков по улице Малиновской, что около площади Восстания, разгорелся долгий спор. Активисты аргументировали свои требования не только тем, что земля выделена незаконно, но и тем, что строительство на участке началось даже раньше, чем была получена эта земля, что грозит уголовным преследованием. В качестве доказательства из ЦИПы привели скриншоты с официального сайта Жилстрой-1, где видно, что квартиры начали продавать до решения сессии. Однако, несмотря на то, что на участке уже красуются многоэтажки, представитель ответчика уверяла, ни о какой стройке не знает. «На первой фотографии, которую он наводит, уже на червень 2015-го наявлены два порога, ключ с фундаментом. То я вважаю, что это безумовно и имеет знаки склада криминального правопорушения. Самые статьи, частые третьи статьи 197-го из примитки воды криминального фокусу в самовильном подъемнице, на самовильном сзади и земельном деляксе». «Обва ответчика, представители горсовета и ЖСК «Жилстрой» полностью отрицали правомощность иска, уверяя, что активисты даже подавать его не могут. Мол, их-то права не ущемлены, а исцы настаивали бесплатной раздачей земли коммерсантам, как раз нарушает их права именно как членов громады, которой принадлежит эта земля. Главным же аргументом стал тот факт, что в нарушении законодательства ЖСК «Жилстрой», как выяснилось, был создан не гражданами, нуждающимися в жилье, а тремя юрлицами, среди которых трест «Жилстрой-1». В конце концов, этот факт признала и ответчик. «Судья Татьяна Дненисюк учила эти аргументы и вынесла беспрецедентное решение – вернуть землю громаде». И это при том, что исцы и их группа поддержки весьма предвзято относились именно к ней. И дважды заявляли отвод, аргументируя это тем, что в собственности у Денисюк есть квартира в одном из домов, построенном трестом «Жилстрой-1». «Визнатели законно, да скасувати пункт 4, пункти 4, 1, 3, 4, 5. Додатку 1 до решения Хаківського Ради номер 35, 3, 15. Пронодання земельної телянки для видівництва объектів 25.1.2014 року, щодо затвердженням, обхажив, укажив, обхажив, 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 проєкт з землорустрою щодо відведення земельної телянки з обхаженням цивільного признавчика». «Це безумовно є, я б сказав, проривом, тому що це перше судове рішення взагалі, навіть не набравши законну силу, хай так, з таким поясненням, але це перше рішення взагалі в Україні про те, що будь-які інші організації, не прокуратурі, а саме громадські організації, вдалося повернути, прийняти рішення про повернення у власність територіальної громади земельної телянки, яка безкоштовно виділена по корпоративній схеме». Представители горсовета и ЖСК «Жилстрой» комментировать решение не стали, но у них есть ещё право на апелляцию. Марина Николаева, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.